Если позволите, я расскажу немножко о видении, так как спорить нет смысла. Дело в том, что все, что только что было сказано, имеет огромную почву под собой в личном опыте, в знании рынка и имеет огромные возможности развития в зависимости от того, как рынок повернется, какие люди в нем будут участвовать, какие компании куда пойдут. Потому нет правды, неправды, нет правильного мнения, нет предсказания о том, что было сказано. Есть, что было сделано, и вот тем, что было сделано и что делается сейчас у нас, я хотел бы поделиться просто не для того, чтобы пропеть какую-то славу МТС, а для того, чтобы сказать, вот, ребята, мы движемся в этом направлении, если вы видите в нем какую-то перспективу, а с тем, что Мария только что сказала, это будет очень перекликаться, мы приглашаем вас к такому движению. Итак, что такое МТС в сфере телевидения? Вообще, МТС это самый большой мобильный оператор исторически, и все знают его как мобильного оператора, но это неинтересно. МТС оказывается еще один из самых больших операторов ШПД домашнего и телевидения, и кто из вас не пользуется МТС дома в Москве, тот, вероятно, пользуется МГТС услугами, так или иначе, что тоже является МТС, просто синего цвета. И МТС на сегодняшний день обслуживает более 3,5 миллионов абонентов телевидения по стране, но это неинтересно. МТС покрывает своими сетями, как оператор, более 150 населенных пунктов городов и маленьких населенных пунктов, дополнительно к этому в России, но это тоже неинтересно. Что же тогда интересно? Интересно это то, что МТС создает сейчас как продукт, и это не является сеть. Дело в том, что построить сети была очень сложной задачей, но эту задачу выполнили не только мы, выполнили многие наши коллеги, и эта задача закончена. Построить, набрать клиентскую базу, эта задача тоже была лидирующей задачей для телекомов, мы ее также выполнили, как и наши коллеги, сделали иным уровнем, и эта задача закончена. Абонентские базы так или иначе поделены, и операторы работают с этими абонентами. Что же дальше делать операторам? Было четко сказано, появляются нетриксы, которые не зависят от операторов, появляются другие стартапы, или даже не только стартапы, а серьезные совершенно предприятия, которые вдруг перестают зависеть от операторов, доставляют свой прекрасный контент и делают другой бизнес, до которого операторов нет и дела. Это называется общим словом OTT, и операторы должны в этот момент дрожать, бояться, падать ниц, и считать, что их жизнь закончилась. Вот какие-то такие движения в тот или иной момент пережили большинство операторов, такие страхи пережили большинство операторов, и мы тоже. Каков наш на это ответ, а точнее, какая наша инициатива? Что становится интересным для нас? За последние несколько лет мы создали на фоне растущей базы, которая за два года выросла более чем на 20% обычного кабельного оператора телевидения в России, что неинтересно. Мы создали то, что действительно интересно. Этот продукт сейчас называется МТС-ТВ. И те наши счастливые пользователи, которые через сеть МГТС по IPTV получают продукт, как правило, он называется МТС-ТВ. Потому что неважно, по какой сети вы его получили. В Москве это МГТС. Недавно нами запущен спутник по всей стране. Вы можете получать его через спутниковое интерактивное телевидение. Вы можете покупать его как кабельную подписку. Вы также можете иметь его в телефоне, в альпаде. И можете иметь просто на компьютере, подключенном к любой сети. Это и есть OTT. Но только это не просто OTT в вашем компьютере. Это продукт МТС-ТВ, который присутствует везде. Потому что изначально моя презентация, которую мы решили показывать, называется «Видение МТС. Телевидение везде». И это телевидение является не кабелем МТС. Это телевидение – это продукт, который мы создали. Он вбирает в себя, как лучшее из того, что мы смогли собрать, как агрегатор телеканалов, где присутствует более 140 каналов, практически все, что в принципе можно захотеть. В SD, в HD качестве, практически 100% наших клиентов так или иначе смотрят HD каналы те или иные. Но это все HD или SD не так важно. Как важно постоянное присутствие вашего продукта рядом с вами. Ведь вы, когда носите с собой свой телефон, вы уже не задумываетесь о том, он находится дома или в дороге с вами, в метро, в автомобиле или на работе, или в поездке. Почему вы не носите с собой телевизор? Ну, наверное, из-за форм-фактора. Тяжело. Совершенно верно. Потому что телевидение – это экран номер один, по которому мы смотрим карточные домики, я лично с удовольствием, и он находится дома. А что, если я уехал? Я остаюсь без своего карточного домика, получается. Если мы посмотрим на Корею, посмотрим на Японию, более продвинутые технологические страны, мы увидим, что там телевизор стал давно, или не так давно, но в последние годы. И к этому, кстати, мы с Димой пришли буквально вчера, как мысли, вторым экраном. Это уже не первый экран. Первый экран, как ни странно, большинство ТВ-контента потребляется в телефоне, в планшете, в худшем случае в компьютере. В худшем, потому что больше по размерам. А вот телевизор, это семейные домашние вечера, когда у камина, если есть, или просто у телевизора, если нет камина, сидим и смотрим семейный сериал, либо любимую программу. Вот это второй экран. Так вот, наша задача, наша мысль, чтобы то телевидение, которое вы употребляете от НТС, как клиент, было с вами не сделаем. Потому продукт НТС-ТВ практически без изменений, а мы стараемся сделать так, чтобы это было вообще без изменений, сейчас присутствует во всех возможных телекоммуникационных средств. Что, естественно, наши коаксиальные кабеля, наши оптические кабеля в Москве, наши IPTV-фрагменты в городах, наш спутник, мобильное телевидение НТС-ТВ. Ну, чего я еще не назвал, придумайте. Практически везде мы присутствуем, но самым ключевым является не кабель, не радиосеть, а продукт, который мы создали. Именно вот это. И потому то, что Мария говорила, на мой взгляд, очень правильно резонирует с возможностью для оператора. Это создать в себе продукт и каналы дистрибуции. И этот продукт может иметь огромный успех, как то, например, только что упоминали Walmart и Cornflakes. По многим категориям в продажах Walmart доминирует собственный бренд, до 70% всех продаж. Интересно, что покупатели потребляют этот продукт не потому, что он дешевый. Часто он бывает даже дороже обычных аналогов, а только потому, что он точно не хуже, и очень адекватен, и правильно представлен на этой полке. Это с точки зрения того, что есть. И несколько слов о том, что будет. К этому мы теперь возвращаемся к исходной точке. МТС, как оператор мобильный, имеет огромное преимущество перед другими операторами, в том числе и кабельных сетей. Это мобильная ванянская база, которая несет в себе огромное количество, это более 77 миллионов контактов, более 77 миллионов коллегенческих паттернов, которые мы можем изучать, и используя те же, или подобные механизмы, которые использует Netflix для того, чтобы правильно подсказывать людям, а что дальше вы захотите посмотреть. А на самом деле, Дима очень точно сказал, Netflix это не самый большой в мире набор контента. Это самая лучшая в мире, по крайней мере, на сегодняшний день, система подсказок и предположений, что вы еще захотите посмотреть. И эта система реально лучше всех других угадывает, что вы будете смотреть дальше, потому вы довольны тем, что она вам подскажет. Вот это мы пытаемся создать. То есть для нас наличие информации, как мы ее называем, big data, и возможности с ней работы представляет собой огромный потенциал по самому лучшему таргетированию продукта для самых релевантных клиентов и наоборот. А также система монетизации. Правильно только что очень Дима сказал, а что делать, а что делать, если вы уже в кровати, карточка точно у вас не в тумбочке, а вы хотите посмотреть серию. Давайте я угадаю, на тумбочке между телефоном. Давайте мы предположим, что если вы смотрите в планшете продукты, которые мы создали и проинтегрировали с любыми платежными инструментами вплоть до вашего простого абонентского счета, то одним кликом вы заплатите либо за следующую серию, либо за весь сериал, либо за подписку. Мы предоставим любые возможности. И это платежные инструменты, которые мы вместе с нашим мобильным кошельком МТС-банком готовы предоставлять именно для того, чтобы вам, как клиенту, было удобнее. Ну и, наверное, есть еще масса других вещей. Кстати, одна из них, в которую мы очень верим, как раз касается сериалов и видеодеманды. Сейчас большинство телевидения разделилось на телевидение линейное и телевидение айтюнсовое, то есть заказ, просмотр фильма. А это все же тот же экран. Это та же потребность. И если вы упустили момент, когда серия демонстрировалась по телевидению, то вы можете ее потом досмотреть и причем даже немножко приплатить, потому что тот момент, когда они демонстрировались, вы зарабатывали деньги, он был не до сериала. И вот эта возможность, в которую мы верим, соединение линейного телевидения и видеодеманда мы уже продемонстрировали. В нашем продукте МТС-ТВ соединяется и то, и другое. Это не уникально. Ну а теперь, если вы соедините все, что я говорил перед тем, это огромная сеть готовой гибридной, как мы ее называем, продукт, платежный инструмент, технические возможности по скорингу, по обработке данной базы. Продукты линейного телевидения, в том числе HD, продукты видеодемант заказа. Вот это все наше видение. Наше видение, что соединив все это, мы можем представить на рынок телевидения, который точно не будет хуже линейного существующего, кабельного, вчерашнего и даже отитичного завтрашнего. Потому что мы соединяем в себе практически все, стараемся соединить практически все лучшие моменты каждого из этих перечисленных вариантов. Вот на этом моя презентация закончилась. Больше слайдов нет. Спасибо за внимание. А дальше, пожалуйста, начинайте на подкрытках. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!